Наш старый знакомый, подзывной Чирик, разведчик славянской бригады. Скажи, пожалуйста, сейчас объявили перемирие, но оно никого не должно обманывать, да? Да. К чему готовимся? Мы всегда готовы выполнить специальные задачи, поставленные нашим руководством. Наше направление это южное. Что могу сказать, что вроде бы как перемирие объявлено, но наш противник всегда делает какие-то провокации в нашу сторону, всегда как-то нас подергивает. Ну, перемирием особо не пахнет, как бы так сказать, что еще он добавит. На самом деле уже долгое время это противостояние длится. Что, удалось поднимать, удается поднимать выровень своей подготовки? Ну, как сами видите, в данный момент проходит тактическая подготовка. В принципе, весь личный состав тренируется максимально, максимально укомплектован. Поднимаем свои тактические навыки, постоянно усовершенствуемся. В принципе, намного стали лучше, например, чем в том году. Есть к чему стремиться, есть над чем работать, так как наше дело, как сказать правильно, правое. Нам всегда нужно быть сильнее своего противника. Ну, вот как-то так. Расскажи несколько слов о своих боевых товарищах. Может быть, по подзывным кого-то можешь выделить. Это может быть обезличено. Ну, в принципе, коллектив у нас, я бы сказал, сложенный. Всегда находим общий язык с друг другом. Так же самое с новеньким. Вот приходят новенькие к нам, например, с России приезжают или местные. Ну, в принципе, со всеми находим общий язык. Люди всегда проявляют большой интерес к тактическим занятиям, особенно, понятное дело, к огневым тренировкам. Ну, общий язык хороший у нас с коллективом. Так же самое, когда выезжаем на позиции. Никогда не бывают какие-то у нас там разногласий. Всегда как-то все слажено у нас получается. Ну, как одна большая семья. Больше ничего не могу добавить. Чирик, а что для тебя разведка? Раньше думал, что это просто, ну, как будто какая-то игра, там, не знаю. А сейчас понимаю, что я больше не смогу без данной профессии своей. Я никуда не смогу деться. Например, были когда-то мысли, там, пойти куда-то, перейти, там, в артиллерию, попробовать себя, там, в других каких-то. Ну, в принципе, данный вид моей работы мне нравится. Он физически подходит для меня, в принципе, так как раньше занимался единоборствами. Ну, в принципе, мне нравится мой род занять. Как бы так сказать. Ну, что, мы еще добавить. Ну что, удачи, побед, достижения и постоянного совершенства. Спасибо, будем совершенствоваться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...